Мясо я нарезаю мелкими кубиками. Но если вы хотите, можете пропустить через крупную мясорубку. Подготовим лук. Аккуратненько срежем крышечку сначала. Вот у нас получилась такая крышечка. Теперь немножечко подправим основание, для того, чтобы наш лучок мог стоять устойчиво. Теперь нам нужно вытащить серединку из лука. Для этого мы сделаем надрезы крест-накрест. Я сделала два крестообразных надреза, не доходя до основания. И оставляя толщину стенки примерно полсантиметра. Теперь я буду вытаскивать серединку. Вырезается она достаточно легко. Лучок внутри получился практически нарубленный. И мы сэкономили время, чтобы его не нарезать. В дальнейшем мы его будем поджаривать. Ну вот, у нас получилась вот такая выемка, которую мы будем заполнять. Обжариваем мелко порезанный лучок на растительном масле. Каждую луковицу заворачиваем в фольгу. И минут 10 будем запекать в духовом шкафу. Пока жарится лучок, мы быстренько почистим и мелко нарежем перчик. Перец отправляем к луку и продолжаем поджаривать. Туда же отправляем фарш и приправляем его специями. Молотый кориандр. Орегано. Черный перец. Ну и, конечно же, соль. Добавляем немножко воды и будем тушить. Достаём из духовки подпечённые луковички. В начинку надо добавить зелень. Зелень можно добавить по вашему вкусу, какую вы любите. Петрушку, укроп, кинзу. На ваше усмотрение. Готовой начинкой фаршируем наши луковые чашечки. Смазываем наши луковые чашечки маслом и затем отправляем в духовой шкаф выпекаться. Пришло время достать из духовки наш фаршированный лучок. Пахнет потрясающе. Уверена, что на вкус тоже очень хорошо. Кроме того, синий лук очень полезен. Попробуйте, пожалуйста. И приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok